На лицо вот, как сказать, не то что наше разгильдяйство. Ну здравствуй, дорогой мой подписчик, дорогие друзья, с вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Это видео будет особо полезно для тех, кто собирается строить, либо приобретать недвижимость, на что нужно обратить внимание, какие нюансы бывают. Здесь мы обсудим несколько диагностик, на которых мне пришлось съездить, и мои заказчики готовы поделиться с вами сложившейся ситуацией. А для чего? Для того, чтобы вы, дорогие мои, не повторяли этих ошибок и сделали свои выводы. Ну что, готовы? Поехали! Сколько она по периметру дома? Сколько на сколько? 9х10. Армопояса нет? Да. У меня вопрос, вы перекладывали сеткой? Здесь особенно вот эти ряды. Вы арматурой, да, тут делали? Арматурой. Теплый воздух, влажный, он идет наверх. Влаги в бетоне, ну, еще не прогретом доме, достаточно. Выкладывать просто, и ничего думать не надо. Утепление опять, гипсокартон с подвесами. Вот здесь точно ничего нет. Вот мы поднялись на мансарду. Небольшой домик двухэтажный, 9х10 размером. Стены строили из газоблока. Толщиной 15 см перекрытие залито из бетона. Смотрите, что получилось со стенами. Пошли трещины на каждом углу. Это следствие отсутствия армопояса. И мало того, должна быть связка через каждые два ряда, или три ряда, или рыбоарматурой, либо металлической сеткой. Это тоже отсутствует. Кровля сделана тоже с ошибками. Утепление здесь всего 150 мм. Для нашего региона, московского, это недостаточно. Нужно 250 или хотя бы 200 мм. По слоям более-менее нормально. Пароизоляция в норме. Супер диффузионная мембрана сверху тоже имеется. И вентиляционный зазор. Металлочерепица смонтирована нормально. Обрешетка выполнена в соответствии с технологиями. Нашего заказчика сейчас интересует большой вопрос, что делать. Он рассматривает два варианта. Сделать здесь холодный чердак, демонтировать эти стены высотой метр двадцать. На этих перекрытиях уже поставить двускатную кровлю с холодным чердаком. Либо заново демонтировать стены метр двадцать. Восстановить и сделать армопояс, и сделать мансардный этаж. Он колеблется. Либо ему хватит два этажа полноценных с холодным чердаком. Либо все-таки восстановить мансарду. Строить нужно с запасом. Я всегда говорю своим клиентам, если вас сегодня что-то устраивает по площади, по потребностям, то через десять лет может все измениться. Дети растут, появляются внуки. Квадратные метры лишними не бывают. Вообще, без комментариев, грубейшая ошибка, нет армопояса связующего, да, стены. Налицо обыкновенная халтура, либо обман. Я не знаю, даже дело не в том, что вам мало платят. Мало или много. Заказчик не может знать все нюансы. Не может. И за то, что он мало платит, его так наказывать не стоит. Либо вы не знаете, вы не мастер. Либо не беритесь за то, что вы не умеете. Здесь только два варианта. Либо обман, либо незнание полностью строительных технологий. Сейчас человеку предстоит полностью демонтаж кровли, полностью демонтаж фронтонов, стены, и заново это все возводить. Вы представляете? Это двойная цена. Печально, и посоветовать здесь мне нечего. Хотя человек, я чувствую, ждет от меня, может, какой-то рецепт или лайфхак, как это все отскочить малыми силами. Нет. Эконом-вариант здесь не пройдет. Только разбор и демонтаж. Следующий объект находится в Чеховском районе, в 64 километрах от Москвы. Ну, расскажите, что у вас? Где под ендовыми только прослеживается протяжка? Или в других странах? Так же, да? Здесь жарче чем-то? Да, мы здесь все прямо закрываем, окна открываем. Течет ендовая. Специально, чтобы не по стенам, направляют в тазики. При обследовании тепловизором была составлена карта теплопотери. В основном тепло из дома уходит в углах стен и перекрытий. Эта проблема может быть решена путем дополнительного утепления кровли дома. Закончив с обследованием внутреннего контура, перемещаемся на кровлю. Полезу сейчас за борт на крышу. Самые подробности это там, а не здесь. Все ендовые текут обильно по стенам. Сейчас надо убедиться качество утепления пирога. Войду, пощупываю пациента. Основная проблема на этом объекте состоит в том, что неправильно выбран либо кровельный материал, либо не тот угол наклона скатов кровли. Для цементно-песчаной черепицы такой наклон скатов на грани критического. Для подобного проекта лучше бы подошла фальцевая кровля, либо битумная черепица. Диагностика. Это не только прогулка по крышам. Надо и поработать. Снег и ледяные глыбы накапливаются в зоне яндов, и при первой же оттепели накопленная в глыбах вода оказывается выше волн штучной черепицы и затекает под кровельный материал. Но и это было бы не страшно, если бы строители подстраховали опасный участок в зоне яндовой. К сожалению, этого сделано не было. Яндова устроена неправильно. Требуется локальный ремонт в зоне яндов. Короче, все вот эти яндовые, все четыре угла внутри, все текут. Ну все, диагноз поставлен. Нужен ремонт яндовых зон. Сейчас все подробно расскажу нашему заказчику, что его ожидает в ближайшее время. Ну что, ситуация на этом объекте понятная, встречается довольно-таки часто. Люди приобрели дом, рады, несколько лет. Зимы разные, но вот эта зима была обильная снегом, и сразу проявились такие недостатки. Вызвав меня, заказчики хотели, чтобы я провел диагностику и в конечном итоге произвести локальный ремонт. Но ознакомившись с материалом, которым я им предоставил, скорее всего они будут менять кровлю полностью. При покупке недвижимости, особенно дома, я так думаю, что лучше вызвать специалиста для проверки ключевых узлов фундамента, кровли, скажем, стен, утепления. Самое важное. Отделка не столь важная. Самое важное вот, кровля, фундамент, утепление. Отделка уже вторична. Деньги, которые вы заплатите за консультацию, они ничтожны. По сравнению с тем, что вам придется потом выложить за предстоящий ремонт. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Так, и дальше по прямой я сейчас выхожу, открываю. На этот объект клиент пригласил меня для консультации и замера кровли. Он хочет сделать ремонт крыши и не может определиться с выбором кровельного материала. Будет ли это металлочерепица или фальц? Я могу обвернуть фронтонную планку полностью в металл, да? Чуть его пошире сделать, какой-то капельник, чтобы отсекатель туда не зализывал. Да. Пока Василий снимал замеры, я рассказал заказчику о преимуществах и недостатках того и другого материала. Клиент взял время на раздумья, а мы подготовим для него смету. Вот этот заказчик, у которого мы только что были, очень медийно известное лицо, попросил, чтобы мы его лично не снимали. Было очень приятно познакомиться. А на этом объекте пришло время заменить крышу. Наши заказчики уже давно приобрели дом, наслаждались подмосковной природой, загородной жизнью. Но пришло время обновить кровлю, и люди хотят сделать ремонт кровли именно в долгую, чтобы лет 25 кровли не возвращаться. Учитывая все нюансы и ошибки предыдущих строителей с качественным материалом, с хорошим утеплением и забыть. Мы строим именно так. Сделаем крышу, и хозяин забудет на 30 лет. Ну, не надо лазить по крыше, что-то там делать. Делать там нечего. Надо наслаждаться природой. А места там вы сами видели, какие прекрасные. Ну что, на этом все. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Если вам понравилось, ставьте лайки. Смотрите нас каждую пятницу на YouTube-канале. Меня по-прежнему зовут Мороз Алексей. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok